Ребята, привет. Спасибо, что ты вышел наконец-то из-за камеры. Мое почтение. Спасибо. Никита Насонов. Как я тебе могу представить? Сочинская жемчужина? Сочинская жемчужина. Потонувшая. Позарившаяся. Похудеющая. Ну и, соответственно, кама-пуля. А ты не будешь спрашивать, что мы знаем о сопернике? Ты типа, баба мне больше нечего сказать хочешь сказать? Ну, окей, что ты о нем знаешь? Он, наверное, хочет услышать от тебя что-то. Знаю, что у него есть девушка, которая читает книги и взял свою голову. Ладно, давай, давай. Да, понятно. Давай, я... Возьми... Это у меня визиточки. Ага. Ого. Ребят, возьмите. Да, там... Гений, энтузиаст, алкогольный девственник. Жеееесть. Он подготовился. Жеесть. Появляется на поле у Гика креативный директор Будет ли пятый, Терентьев обыгрывает удар Кама забивает гол, да? Кама забивает гол Ну спасибо, что указал свой номер телефона Я его сегодня же занесу в чёрном списке Да, там инстограмм, подписывайтесь Ого, нет Нормально, нормально подготовился, нормально Ну чё, у тебя тоже плашечка тут будет А ты, а ты что? Какие у тебя визиточки есть? Или может быть куриная ножка из KFC? Куриная ножка из KFC, ребят Не поделишь? Нет, это контракт Индивидуальный Я понял Ну что ж, я так понимаю, что Ками Рассказывать, что мы здесь делаем Нет смысла А тебе, Никита, я персонально могу рассказать Я вас сюда позвал, чтобы вас порадовать мемами Ему эти мемы, скорее всего, неизвестны Тебе подавно Вот Ваша задача Либо восхищаться, либо критиковать мем Кто будет из вас более убедительным, получит один бал И кто наберёт больше баллов, тот, соответственно, станет победителем Но последний раунд, суперраунд будет необычным Поэтому давайте начнём Первый раунд Ага Вяленько Вяленько? Аплодисменты вялые Да, блядь, иди надо Пацаны, первый раунд И я сегодняшний выпуск решил сделать немножко необычным Он будет очень короткий Но Знаете почему? Потому что сегодня будут мемы с тиктока Ого В этом я шарю Вот так-то Ну давайте, определяйтесь, кто из вас будет восхищаться нашим каналом в тиктоке Это просто Цу-е-фа, цу-е-фа Я буду, блин, тикток Не, ну я всё равно буду защищать в гильке Ну, да Давай Всё Кто из вас начнёт И погнали Включайте телефон И заряжайте Видеоролик Блядь, ещё Видеоролик А зачем? А, сейчас Ну чё, всё? Можно? Ну, как вы поняли, да Это Отсылка к Наташкам К Какому-то турецкому Футболисту Слушай, ну это круто Во-первых ВГИК Стандартная классическая история Мемов на ВГИКе Когда Ну вот это с подменами лиц Что кто на кого похож Она переходит в тикток Всё это под весёленькую музычку И всё это ещё вместе с ЧБД Вот эти тоже лица Щербаков Собуров Да всё это клёво Это всё совместилось в одном И в гиковская тема И тренд то, что тикток Такая типа Мейнстримная площадка И мейнстримная ЧБД Всё это в одной Вот этот вот Один Ком Юмора Падает вот нам на голову Такая будет метафора у меня Блин, мне кажется, мы куда-то пришли Как будто бы Я не знаю куда На интервью с Владимиром Познером Это что вообще было? Ну не знаю Я тоже Не знаю Прикол в том, что Ну блин Ты вот этот 15 секундный ролик оценил Как Так глубоко? Не, ну Можно там в принципе рецензию Там с кульминацией Трёхактным сценарием Вот это всё разложить Просто мне кажется, что Вот почему я считаю, что этот мем говно Ну и в целом этот видос из ТикТока Так себе Потому что ЧБД Оно стало слишком попсовым Это типа Каждый второй Использует мемы Из ЧБД И делает с ними А то, что над азиатами Стебутся Это круто Это круто Я оставлю тебе в комментариях А азиаты Вы красавцы Над азиатами, над карликами И Кто там самый смешный? Над карликами смешнее Ну да Какой ужас Слушай, а можно ещё контраргумент? Да, конечно, без проблем Вы общаетесь У в ГИКа Я пока посижу в ТикТоке У в ГИКа же в принципе Такая есть фишка Что они берут какой-то мейнстримный мем Попсовый И перекладывают его на футбол Притом делают это как правило Либо очень тупо Либо очень тонко И всегда это смешно Тонко? Ты же понимаешь, что этим мемом Можно назвать любого азиата Ну Типа Здесь наоборот Но всё равно Тут определённого футболиста, ладно Только в этом плане могу с тобой согласиться А так Это типа попса Всё равно переложили на футбольчик Прикольно Под корейскую музыку Это вообще Вообще огонь Нет А Хонда, он японец Японец Да вот ещё То, что все азиаты на одно лицо Кто там Как говорил Коколасик Есть люди, есть вот Какие-то китайцы На одно лицо Ну, есть люди Есть китайцы Там Я понял Я понял Да это без комментариев Оставлю Не, ну Вообще Мы Да Не, не Оставь, оставь Это натянутые шутки И это было Пиздец Как натянуто Нахуй 1-0 Блять Уверенная Просто Переходим Ко второму раунду И вас уже ждёт Очередное видео Второй раунд И впереди 1-0 Натянутые Натянутые Камо С натянутыми шутками И натянутые Носом Да, получается Пока что Не натягиваешь Пока что Да У тебя есть Все шансы Сравняться Определитесь Кто будет Восхищаться Следующим Просто Я Цуефа Цуефа Прости Пошёл Это видео Набрало Почти полмиллиона Просмотров Одно из самых Популярных На нашем канале Это На мой взгляд Это просто Разъёб В чистейшем виде Вот Это Ну, типа Маленькая пасхалка Кто из вас Будет Восхищаться Бля Полмиллиона Говоришь Да, да Там очень много Бля, давай я попробую Рискнуть и обосрать его ОООООООООООООООООООООООН Ну, кто из вас начнёт Мне даже Profly Давай он начнёт Ну давайте, посмотрите Восхищаться И это Ну ты прямо Джентльмен Джентльмен Бля Мадина, привет Мадина, привет опять ты мне подсовываешь короче людей другой национальности чтобы чё-то вот опять сказала потом меня уволили отовсюду потом вышло салона как бы для русских похож и фамилия похоже ну мы все на одно лицо ты сам они погоди мы есть люди а есть вообще все вот эти видео не забавные с какими-то не знаю нестандартными лично я не про национальности же говорю про вот а было же видео кому которые записали про алексеича там не было ничего понятно там был просто какой-то алексеич это кто чтобы понимать ну вот вот это вот карлик вратарь единственный в мире до который спихнул меня с позиции худшего вратаря в гига алексеевич блядь привет тебе ёбану рода особо не всяческая привозишь и не переживай когда за шибара тебе блядь летает до приклада не допрыгиваешь ёбану рода ладно чё ты хуйня зато точно низом дальнюю ногу можешь отдать ёбану рода на их же игроку соперника ёбану рода это дело начиналось все наладится ёбки не переживай давай ты чё алексеич всё будет нормально пучком давай ботан ну вот это было видео там тоже какой какой-то экстравагантный товарищ записывал что-то на камеру нес непонятно чё магине привет передавал который перешел алексеич привет передавал а вот здесь ну опять ну ёмы я не знаю вот это вот опять же та же история чисто в гиковская просто взять какую-то забавную хрень переложить его футбол и главное вот состыковать грамотно футбол и забавную хрень которая происходит в видосе окей блин окей будут давить на но один из факторов как ты сам говоришь это по выбор персонажей видео и видео в целом по национальным признакам типа но это же ненормально ну ты по не сам понимаешь что когда вот такие видосы появляются с такими персонажами ты подсознательно начинаешь относиться к ним как-то предвзято в целом даже когда ну просто могу на кого речь идет придет и про людей которые нерусские но ты к ним начинает предвзято относиться потому что думаю что но типа если один такой тип то возможно ты о чем такого же не но ничего такого не сделан просто поприветствовал новичка команде поиска как будто это тут в этом видео еще и пропаганда каких-то наркозик как будто он под чем-то там либо мне мне кажется вообще удалил он вообще там как будто бы ну неадекватно состояние находится это же пропаганда 2 слой с тем что дзагоев штрафная и соответственно ну это прямо глубоко это я думаю что совершенно очень много очень опять же но мы же хотим что на чтобы наш российский футбол славился не такими историями про дзагоева реальными спортивными достижениями это верно мы же сами к этому тоже стремимся за что это такое за пропаганда здорового образа жизни алкогольный девственник блять гений энтузиаст что вообще не спросил куда я попал верните мне пожалуйста алексеевича и который пил одеколон в студии просто верните вот это вот дерьмо третий раунд третий раунд ребятушки и счет 2-0 в пользу алкогольного девственника третий мем самый популярный самый популярный на нашем канале в тик токе аккаунте или как это называется ну я так понял ты проиграл да я ему пору я вам засирать кто из вас начнет и посмотрите пожалуйста ну это целом до юрий валентинович это легенда российского футбола человек в англии поиграл в челси между прочим но не так много российских футболистов того времени забил спартаку это был первый гол жиркова за челси в лиге чемпионов по 3 лазина там с левой или как он как а теперь у него салют и хим кровной это на повышение пошел как что я думаю что но в целом его последние клубы это стабильность старость на пенсии стабильность когда у него пенсия началась каком клубе как считаешь но когда ему было наверное лет так 35 серьезно 37 мне кажется 137 почему от ним крутой потому что но в целом юрий валентинович крутой и пока чтобы каждый футболист так долго играл на таком неплохом уровне довольно даже в россии но же хороший левый защитник он в атаке помогает и защите отрабатывает кстати есть еще легендарный видос с ним как слуцкий в раздевалке его на евро 2016 считывает сюда пожалуйста его тоже легендарный видос тоже так нельзя ну жир ну так нельзя вот только ты играть так играть нельзя ты ты стал сейчас в зону окей но в зону что же сама мяч не отберет в зоне игрок отбирает мяч ты просто встал в зону ни вправо ни влево ни в одно из наборства mamade поэтому юрия валентинович гений что утка юрий валентинович жирков крутой но как говорил там буква-то и расставила сара рамис налис как горил VoiceThen risiko этоwerk смешно точно что здесь смешного нет он юрий валентинович жирков сам по себе крутой но ми а причем тамбов тамбов развалился, там, бог этот, 3500 миллионов. Причем весь, ну, почему такая песня? Это раз. Два, почти, ну, то, что мем заезженный говорить нельзя, потому что на ВГИКе это одно из мест, где мемы, названные дважды, трижды, четырежды и так далее, они только смешнее становятся с каждым разом. Это вот уникальное пространство. Но, а в целом, ну, Юрий Тюнинджерков крутой, но вот если бы там был какой-то танец с мячами, он же чем славится? Он берет, на фланге мяч, подкидывает его в воздух, и вот так вот чекан, и куда-то там идет себя. Ну, я не знаю, мне показалось, что каждый из вас звучал достаточно аргументированно, поэтому каждому по баллу накину. Итого, три, один. Ну что ж, давайте сразу суперраунд. У вас смешному анекдоту есть у вас? Ну да, у меня быстренько есть такой. Давай, давай. Шутейку. Ебани. Как говорится. Тот, кто расскажет смешнее шутку, получит два балла. И у тебя есть шанс разделить этот приз сегодня с Камой. Ну, либо проиграть сухую. Анекдот не то, чтобы... Быть разгромленным. Прям смешной. Ну, давай. Давай. Я готов скиняться пять минут. Плохо так жил мужик. И в ад попал, и ему предложили... Он старенький, его, возможно, вы слышали, но это... Мужика? Да. Мужика, реанекдот про мужика. А, я понял. Вот. И попадает в ад, и ему, типа, говорят, можешь сам выбрать, вот, где, какое, типа, наказание. Заходит в первую комнату, там, на сковороде, они жарятся. Он такой, не, не, это больно, типа, не хочу, я... Давайте в другую комнату. Заходит в другую комнату, там, в котле, черти тыкают их. Копьями. Он такой, не, не, это тоже больно, не хочу. Заходит в третью комнату, там мужики по колено в говне стоят и курят. Он такой, о, в самый раз, типа, заходит такой, все, я здесь остаюсь. И только он заходит, подкуривает секреты, и другой мужик, все, перерыв закончен. Продолжаем есть. Нет, нет, нормально, нормально, нормально. Ну, не то, чтобы прям, блядь, вау, но нормально. Я старался. У тебя, какого есть... Я бы предложил альтернативную концовку этого анекдота, типа... Ты попадаешь в ад. Ну, ты понимаешь, что сейчас ты идешь ва-банк, типа, твоя концовка, это будет твоей анекдот. давай, окей, давай, смотри, этот мужик, это ты, ты попадаешь в ад, там вот первую комнату показывают, вторую комнату показывают, третью комнату показывают, в четвертую комнату тебя заводят, и там тебя ждет пытка вот этим. смеешься так с окончания своих веков. Это ужас. Это ужас. Просто вот на белом проекторе там... Меня размазали только что вот этим болчаконом. Давай, команда, твой вариант. я хотел чуть-чуть дальше пойти, второй месяц рассказывал анекдот. Мне он понравился про то, как медведь шел в полюс, сел в машину. Сгорел, получается? Нет. Он пошел дальше, видит... А он не сел? Нет, он не увидит на машине. Он не увидит на машине? Он пошел дальше, смотрит, там, ну, типа, фура стоит. Опять не сел. Она горела? Да, естественно. Понял. Он не стал, вот. И потом, соответственно, видит там самолет, Boeing 737. Смотрит, подходит к нему, разворачивается, возвращается к первой машине, садится в нее и сгорает. Можно вот в конце видео наложить мое грустное лицо и в черно-белом, и вот это вот голосовое сообщение. Дорогой дневник? Я не испытаю тех унижений, которые я пережил. Я считаю, что в сегодняшнем шоу победил заслуженно достаточно Камо. Но у него, конечно же, были скажем так, попытки, ну скажем, тренировки, многочисленные часы, проведенные за этим шоу. Он написал себе сценарий, тебе сценарий написал хуевый, чтобы ты выглядел на его фоне очень смешно. Да-да, все, уже закончили. И, соответственно, он тебе написал плохой сценарий, чтобы возвыситься над тобой. Так что поздравляем алкогольного девственника. дарим ему без... ничего не значащие, безалкогольные деньги, чтобы он на них купил молочный коктейль или кислород. И хочу тебе пожелать, Кама, вернуться за камеру и никогда больше не появляться перед объективом. Если вы со мной согласны, пишите в комментариях, что... Нет, да? Ну, ставьте все равно в комментариях, что вы со мной согласны. И даже если вы со мной не согласны, подписывайтесь на наш канал. Следующий выпуск будет в четверг какого-то... года. Дорогой дневник, сегодня я снова под жестким прессингом. Но зато у меня есть подписка на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok